Давненько я ничего не снимал, ни влоги, ни выпуски, я всем доволен и так далее. Бороду опять отращиваю и уже брить не буду. Хотел, во-первых, вас поблагодарить всех подписчиков. Вас уже более 100 тысяч человек, это меня действительно удивляет. Я никогда не планировал становиться блогером и вообще не прилагал для этого никаких усилий первый целый год развития канала. Да и сейчас, в принципе, сам никому не навязываюсь, там, ну, так что, лайкните меня. Никогда никого не просил, никогда не тратил денег. Ну, один раз, точнее, заплатил 500 рублей, когда было 99 тысяч подписчиков. Просто хотелось побыстрее 100 тысяч получить. И все, в общем-то, вот недавно. Я этим нисколько не горжусь, я считаю, здесь нет никакой моей заслуги. Я просто делал, делал, делал. Просто постепенно мои ролики стали все больше и больше времени занимать. И сейчас это... Ну, основную деятельность сложно начать, потому что как-то финансово она не столь много приносит, откровенно говоря. Ну и останавливаться, бросать уже не могу. Продолжаю снимать. О чем этот выпуск вообще? Первое, хотел попросить. Скорее всего, я скоро поеду, но не на Ифу, она будет с 5 сентября, а 1-го, 2-го в Германию. Пока не буду говорить на что. У меня к вам просьба. Ребят, благодаря вам, то есть я становлюсь крупнее, мой канал точнее, и меня пригласили на одну презентацию. И я сделаю несколько роликов об этой презентации. В них не будет, само собой, никакой рекламы, расхваливания код-продукта. Просто будут ролики. Прошу просто вы их смотрите, делитесь. Просто чем больше просмотров, тем больше шансов, что в следующий раз меня куда-то еще пригласят. Арифметика простая. Я просто поснимаю и расскажу вам. Притом я никогда не просил никого кликать там на рекламу, кликать на ссылки под моим видео. Но если видите где-то ссылку, купить тут, вы кликайте, хуже от этого не будет, честно говоря. От вас не убудет совершенно. Так, откровенно говоря. Выпуск вообще хотел сделать о том, как может растягиваться время. И назову его, скорее всего, так. Я сейчас вот ездил, отвозил документы на визу в Германию. И что я вспомнил? Я тут недалеко работал, на Елизаветинском переулке, целых 4 года. Обычный офисный менеджер был. Занимался оптимыми продажами электроники. Настолько это важно. И чего? Но работал. Хорошо получалось, хорошо зарабатывал, кстати. Но и у тебя в жизни столько не заработаешь. Может быть, только с 3 миллионами подписчиков. Ну ладно, с миллионом, да, наверное, да, заработал. Но не важно, не будем углубляться в эти темы. Сейчас все равно давно столько там никто не зарабатывает. Так вот, и я ходил обедать. Не всегда даже я обедал, кстати. Иногда кофе просто пил. Но не страшно, что это важно. И время для меня растягивалось. Я за этот час, я редко позволял себе наглить и уходить больше, чем на час, я умудрялся проходить огромные расстояния, умудрялся делать кучу разных вещей. И для меня этот час, он был более насыщенный, чем 8 часов на работе, которые я проводил. Честно говорю, не то, что там халявил или в интернете лазил. Я действительно работал, ну как, те, кто работал в офисе, поймет. Даже в самом строгом все равно. А он не был у нас строгим. Нормальный был офис, нормальные коллеги, нормальное все было. Так вот, вот этот час для меня, он был значительно более важным. И этот час, он мне компенсировал остальные 8 часов работы в офисе. Как-то, может быть, не столь понятно, кому-то объяснил. Но суть в том, что можно в таком состоянии находиться, что умудряться проходить несколько километров за этот час, большие расстояния проходить еще и посидеть где-то на лавочке, походить по приятным местам и получить истинное удовольствие. Так вот, к чему я? Даже если у вас скучная работа, вам она реально не нравится, раздражает, все бесит, вы посмотрите на это с другой стороны. Вы там зарабатываете деньги, вам платят деньги за ваш труд. Тем более сейчас такая ситуация сложная, не секрет ни для кого. И в России, и в других странах, и вообще по миру. Не по всему, конечно, но я так понимаю, есть проблемы некие. И я про то, что вот Москва, там, походишь и смотришь, везде сдаются офисы, сдаются офисы, офисы там от 5-6 тысяч рублей. То есть, ну, все просело. Квартиры проседают постепенно, вроде как. Сюда очень много стало. Не много, но чаще значительно вижу сейчас китайцев. Или, не знаю, кто они, ну, скорее всего, китайцы, которые приезжают сюда, в Москву, на отдых, потому что у нас рубль сильно упал. И они приезжают с долларами, и на эти доллары купишь значительно больше, чем раньше. Грустно от этого. Но, может быть, в этом и плюс. Может быть, Москва когда-то станет туристическим городом. Ладно, ребят, на самом деле, я вам желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Постараюсь побольше снимать выпусков, потому что иногда меня кто-то просит, а что не снимаешь, я всем доволен. Часто настроения просто нет никакого. Обзоры-то снимаю, а так вот просто, ну, постараюсь почаще снимать. Ладно, счастливо, будьте здоровы.